Ребёнок выходит в резиновых сапогах в школу, приходит по колено весь в грязи, просто потому что там по-другому не пройти. Можете проехать, посмотреть. Дорога ужасная. В селе Шиловка красивые ландшафты, только вот быт не устроен. Одними пейзажами сыт не будешь, особенно когда ребёнок идёт в школу по разбитой дороге. Когда сухо, можно споткнуться о камень или попасть ногой в выбойну. А в межсезонье или же зимой путь к знаниям превращается в экстремальный квест. Дети идут по грязной проезжей части или же лавируют между сугробами. Но до дороги, ведущей в школу, надо ещё добраться. Пешеходный переход здесь совсем неудобный. Он начинается из кустов. Мы проходим несколько метров и упираемся прямо в забор. За ним строится сельский дом культуры. Местные жители планируют обратиться в управление дорожного хозяйства для того, чтобы этот переход перенести в подходящее место. А по поводу дороги рядом со школой в местную администрацию уже поступали обращения. Мама четверых детей, Ольга Ларина, пыталась наладить разговор. Но тщетно. Каждый год я пыталась обращаться в администрацию. Ходила на сходы граждан. Но мне писали отписки, где говорилось, что невозможно исправить ситуацию. В связи с такой рельеф у нас местности якобы невозможно проложить тротуары для детей. И по поводу света у нас нет бюджета. Света нет на улице, где школа стоит. Все фонарные столбы лишены своих главных аксессуаров. Улица Володарского. В Шиловке улица неразбитых фонарей. Здесь их не было и нет. Один осветительный прибор повесил частник, владеющий магазином. А так дети в межсезонье добираются до школы в темноте. Туда и обратно. Утром и вечером. О проблемах с дорогой и освещением узнали активисты Общероссийского народного фронта. Местные жители написали им письмо, устав от безразличия местных властей. Активисты Общероссийского народного фронта проводят мониторинги, участвуют в всероссийской акции «Дорога в школу». Мы проверили практически все школы города Ульяновска, школы города Димитровграда. Начали проверять сельские школы. Сегодня мы приехали в Шиловскую школу. К нам поступило обращение от многодетной мамы о том, что здесь небезопасно добираться школьникам до школы. К темам, изложенным выше, прибавился открытый колодец рядом с учебным заведением. Деятели Общероссийского народного фронта готовят письмо главе Сенгелеевского района. В нем будут замечания о состоянии дороги и отсутствии освещения. Также будет поставлено условие о переносе пешеходного перехода. Его надо привести в порядок до начала учебного года. Виктория Черкова, Сергей Кутаков, Улправда ТВ.